С сегодняшнего дня в городе открыт речной социальный маршрут Конаковы 1 мая. В этом году электронный аукцион на этот социальный маршрут выиграло общество с ограниченной ответственностью судоходная компания «Пароход» из Московского речного пароходства. Директор компании Светлана Киселева ответила на вопросы нашего корреспондента Людмилы Кикалов. В прошлом году по этому маршруту ходил старый катер «Надежда», про который шутили, что «Надежда» умирает последней. В этом году маршрутов речного такси в поселок 1 мая еще не было, что очень беспокоит жителей как поселка, так и города Конаково. Горожане, у которых дача в устье реки Сось, давно приходят на берег Волги в надежде увидеть новый катер или хотя бы расписание поездок. Катер из города Долгопрудный «Дружба» 1956 года выпуска типа «Москвич» с вместимостью 40 человек. Состояние хорошее, видно, что за судном добросовестно ухаживают. Капитан Станислав Владимирович Лазарев, бывалый речной «Волк» с большим стажем работы на речных маршрутах с 1984 года. В носовой и кормовой части судна располагаются салоны с мягкими креслами, внизу столы со стульями, где можно будет выпить чай или воды, съесть мороженое. В салоне 14 сидячих мест. Расписание прежнее. В 8.00 катер выходит из поселка «Первое мая», в 10.00 прибывает на причал в город Конаково и стоит до отправления в 13.00. Второй рейс из поселка «Первое мая» в 15.30. В 17.30 катер прибывает в город Конаково. Расписание составили в администрации Конаковского района. Полный билет по установленному тарифу в один конец будет стоить 217 рублей, детский – 108.50. Для пенсионеров, инвалидов и других льготников проезд бесплатный при предъявлении удостоверения. Билеты можно приобрести непосредственно на самом корабле. Вокруг совершенно волшебные места, поэтому я очень рада, что как-то вот судьба нас сюда занесла вот таким вот образом, что работать мы будем здесь. Я надеюсь, что у нас как-то все заладится и что это не последний год. Судно прошло освидетельствование Российским регистром судоходства. Оснащено системой ГЛОНА с двумя радиостанциями. Имеются 44 взрослых и 10 детских спасательных жилетов, 8 спасательных кругов. Планируются и прогулочные маршруты, как только команда ознакомится с акваторией и потребностями жителей. Надеемся, что эта компания приживется у нас и будет работать не один год.